всем привет сегодня уже 7 июля московская область я хочу снять небольшое обзорное видео какие изменения в цветнике ну и вообще всего по чуть-чуть смотрите совсем недавно делал обзор цветника это лаванда была только в бутонах а сейчас она во всей своей красе это сорт голубой простор здесь всего лишь четыре куста это лаванье третий год также белая лаванда сорт белый и не весной ей была сделана кардинальная обрезка и уже к августу месяца она сомкнется и тоже образует такой белый бордюр очень хорошо разрастается лабелия кустовая это из серии ривьера композиция разбитый кувшин фиолетовая белая и в камнях там розовая отличная лабелия очень насыщенные яркие цвета распустилась розочка я вам ее показывала когда я только-только начинались бутончики и уже она расцвела красная красивая небольшие не очень сильно набитые лепестками цветы отлично держит сам цветок вот распустившись этому уже полторы недели смотрите как он хорошо выглядит дождей нипочем это та самая роза которая дарит на 8 марта так что кому дарит сохраняйте высаживайте в открытый грунт смотрите какая красота получается с такой маленькой розочки в горшке довольно таки приличный куст но роза не пахнет что еще раз вело у меня расцвели почвопокровники вот такими красными красивыми вроде бы неприметными цветочками игольчатыми очень красиво образует ковер красивый цветет на заднем плане гортензия крупнолистная это бесконечное лето некоторые цветы я уже ей срезала цветение очень обильная гортензии метельчатые это фрайс мельба вся в бутонах у меня все гортензии метельчатые уже на бутонах это это фуксия на штамбе я ее выращивала всю зиму сорт называется ватерпост смотрите тоже уже распустилась очень красивая цветок обычный небольшой простой не махровый очень очень красивый смотрится вся вся на бутончиках высадила в открытый грунт чтобы мне проще было за ней ухаживать выглядит она великолепно разочарование у нас неделю был перерыв от жары и за эту неделю шли дожди похолодало и был ураганный ветер и у меня здесь был штамп моей любимой фуксии она была довольно таки высокая больше метра видите остались не палочки ветер ее просто поломал вот всю красоту которая была которую вы сейчас видите нас на фотографии я буквально сфотографировала а на следующий день был ураганный ветер и он мне и сломал оставил буквально от земли сколько здесь сантиметров наверно 40 максимум вот вышел один от росточек и пошли проснулись боковые почки вот стал по стволику видите в общем я ее не стала трогать просто обрезала ровненько и вот оставила как есть очень жалко великолепная и очень красивая была фуксия на бутонах уже это сухо цвет которые мне прислал интернет-магазин просто в подарок я высадила рассады смотрите как красиво здесь всего лишь два растения так что мы еще какие изменения я вам никогда не показывала хаутинью живую как она цветет только на фотографии вот на красавица цветет вот такими маленькими цветочками очень мило такие уже куртиночки у меня ее рассадила чуть сейчас попозже вам череночник свой покажу растение на продажу смотрите как красиво неприхотливое растение но нужно поливать периодически как красиво цветет лобелия кустовая этот серия ривьера всем рекомендую отличный цветочек хороший образует кустики также метельчатая гортензия вся вся она на бутончиках уже видите будем ждать цветение так здесь у меня также на штампе фоксия тоже красавица это сорт для компанела смотрите сколько у нее бутончиков тоже переживала чтобы ее не снес ветер выжила она все таки тоже штамп чуть больше метра что у меня еще зацветает ну это гортензия метельчатый это белый медведь еще одна гортензия ой это не гортензия фоксия на штампе штампик небольшой около метра тоже вся вся на бутончиках распустилась у меня отлично уже гортензия древовидная астрон каннабель смотрите какие у нее шапки шикарные красота довольно таки большой у меня куст вот еще одна потеря из потерь разбился горшок глинины здесь у меня сидела фоксия на открытой веранде вся переломалась я ее обрезала горшок не стала выбрасывать сюда под седник положила что-нибудь придумается вот такая уже у меня большая гортензия метельчатая это фантом смотрите как она начинает распускаться тоже довольно таки большие метелки красота смотрите какая метелочка вот она одна это еще только в половину она конечно распустилась будет еще еще больше очень красиво это молодой куст гортензии тоже смотрите шапка великолепная гортензии я очень очень люблю ну и здесь у меня также лаванда лаванда вся цветет розы обрамление из лаванды смотрите они у лаванда уже начинает смыкаться и будет образовывать вот такой сплошной круг лавандовый еще и среди роз розы набирают повторное цветение бутона видите все они все у меня повторно цветущие и там полно бутонов сейчас покажу вот уже начинает распускаться такая розочка вкусно пахнущая это хакуранишики его буду ее завтра подстригать в шарик и дальше у меня тоже все гортензии там на цвету все отлично такая у меня красота ну что хочу похвастаться наконец-таки приехали камни камни которые будут обрамлять вот эту волну край цветника ждали мы год их вот буквально дня три назад привезли наконец-таки и теперь сейчас самая главная задача такова чтобы к началу августа сделать обрамление этому цветнику будем делать мы это сами своими руками я хочу сделать камнем сухая кладка то есть без цемента на сухую буду это делать тоже в первый раз посмотрим что получится ну вот практически на месяц чтобы полностью сделать обрамление этому цветнику задача я думаю что выполнимо будем стараться и начнем мы уже кладку с этих выходных вот не показала и здесь лаванда у меня цветет это сорт мандит стрейн тоже смотреть как она отличается от сорта голубой простор более насыщенные цвета более набитые соцветия и менее длинные сами ножки цветоноса тоже уже замкнулась ей два года красиво еще у меня есть одна фокси я вам не показала сейчас покажу это сорт называется ватер по это не ватер пост дисплей дисплей тоже на штамбике тому штамбику наверно но сантиметров 30 и тоже весь весь он у меня на бутончиках такая вот красота все штамбы у меня в открытом грунте цветник все цветет и радует сейчас начинается опять же рай и я его поливаю каждые два дня на открытой веранде тоже небольшое количество цветов у меня это пеларгония красная подбита кустовой лабилии розовой и белой очень красиво смотрится также королевская пеларгония подбита тоже лабилии белая синий лабилии кустик питонии дальше у меня там вазоны это пеларгония колес и несколько видов еще на веранду заходить не буду там небольшого количества цветов и там еще у меня фуксия и показывала начале сезона а я хочу вам показать небольшой свой череночник но это только могла часть растений это растение и для себя и на продажу здесь высажена около 50 кустов лаванды это лаванда вся семена я ее высевала подзиму в открытый грунт она подросла и я ее рассадила в пол-литровые горшки но здесь есть горшки и побольше литра или полтора здесь около 10 кустов сорт мантин стрейн и остальное все обычно английская лаванда но на все конечно узко листная здесь уже рассажена это хаутюни тоже на продажу и себе несколько кустов сегодня высадила на второй оборот на третий оборот огурцы буквально прорастила семена и сегодня вот высадила 5 кустов здесь у меня крупнолистная гортензия три сестры три черенка два я вижу что очень хорошо прижились один под вопросом здесь фуксия та фуксия которую сломал ветер который на штанге у меня была поставила черенки срезала чтобы не потерять этот сорт очень красиво резинка упала надо будет потом прикрыть и здесь у меня тоже небольшой череночник здесь гортензия гортензия метельчатая крупнолистная бесконечное лето это тоже несколько себе каждого сорта остальное все на продажу здесь у меня и самарская леди и бесконечное лето фантом и белый медведь здесь у меня были высажены я просто уже убрала это сейчас покажу перовски и начеренковала но сделал ошибку я ее очень рано вытащила из-под пленки и она немножко у меня подвяла но не знаем возможно что отойдет здесь черенок вообще отличный этот черенок хороший ну и несколько под вопросом вот такой небольшой череночник у меня уже образовывается так сейчас накроем уход у меня здесь самый обычный это конечно опрыскивание и полив все все черенки которые здесь стоят на нем не стоят под березой то есть в тени здесь солнце у меня попадает совсем минимально чтобы конечно растения не погорели потому что у нас опять начинается жуткая жара вот ну конечно еще черенки растение будет добавляться лаванду я уже буду продавать в августе в конце августа это будут шикарные просто кусты которые можно высаживать смело в сентябре вы видели мой цветничок который создавался в октябре где высаживала 30 кустов лаванды они перезимовали отлично и очень хорошо разрослись поэтому под зиму вот такие уже хорошие кусты лаванды можно высаживать она замечательно зимует московской области крайне мере у меня еще вам хочу показать какие коры то я заказала тоже вместе с камнями это мой заказ коры то из камня выбили здесь дно но не сделали дырки и специально не делала потому что я еще решала нужны мне дырки или нет поэтому мы сможем это все сами сделать еще этот вопрос решается каменная такого коры то но очень и очень большое такое массивное тяжелое сюда я буду высаживать растение делает такую композицию очень красиво потому что у меня в планах на следующий год сделать каменную горку или что-то в этом роде и там один из элементов будет конечно вот это каменная коры то и и мне в подарок я не покупала прислали еще вот таких и два коры то но это уже как можно сказать не коры то наверное здесь да нет это просто кирпичики плитка здесь нарезана для образца мы взяли здесь просто бока и вырезана полностью дно вот такого плана это подарок и вот такое тоже было полу коры то в общем тоже смотрите из камня стенки и вырезана полностью дно я тоже хочу это сделать в эту же каменную горку каменистый не знаю садик как это будет правильно называться это уже я придумаю когда создам сея конструкцию такие красивые просто не нарадуюсь смотрите какое оригинальное изделие продавить будет очень красиво смотреться пойдемте дальше зону огорода так зона огорода здесь у меня грядочка чеснока стрелки конечно же я уже убрала нет замульчирован чеснок хвойным опадом в прошлом году я мульчировала и соломы в общем чем есть и мы мульчируем клубника или крупно крупноплодная земляника собран уже урожай сделано очень много консервации наморозили насушили наварили все что можно все сделали это 6 метровые грядки здесь несколько сортов у меня есть на каждый сорт обзор я оставлю ссылку зайдите посмотрите какие здесь у меня выращиваются сорта буквально сегодня ее мы зачистили полностью убрали все сухие листья все лишние усы было убрано все смотрите какая здоровая чистая листва также поставили то есть на усилие если можно так сказать вот этот от материнского куста мы не обрезаем первую розеточку укореняем так мы усим крупноплодную землянику здесь уже сейчас я покажу добавили это перегной вот он тоже пол-литровую видите это мицы шиндлер подбавили подсыпали перегной можно так сказать да подкормили эти тоже все грядки будут подсыпаться перегной четырехлетний каждую грядку сейчас покажу видите как подсыпали это зимкуника купчиха эти все чистенько все хорошо сейчас подсыпется вот этот перегной четырехлетний и сегодня будет поливаться все буквально лук грядка лука это лук эксибишен вот так он уже отличный нарастает морковь лук давно я вам не показывала голубику два года назад я высаживаю наконец-таки мы дождались ягод вот они не высаживая сюда двухлетними саженцами как высаживала я оставлю видео зайдите посмотрите вот такие уже огромные кусты мне кто-то сказал что вы урожай и вообще будете ждать еще пять лет вот потому что кустики действительно были маленькие двухлетние ну смотрите два года и мы дождались урожая такая красавица я напоминаю что я выращиваю все без минеральных удобрений такая она крупная я сорта подпишу какие у меня у меня всего лишь три сорта смотрите и сколько тоже довольно таки большой куст здесь третий сорт он высажен спрашивали как у меня чувствует себя ежевика ежевика здесь куст один вот посажен это небеса могут подождать и осечь вот и она у меня усыпана просто вся усыпана в ягодах их просто море также небеса могут подождать тоже вся в ягодках еще даже цветет вообще написано что-то ранее сорта но у меня в московской области она показывает себя как среднеспела смотрите осечь какие дает приросты это прирост этого года смотрите это просто здесь наверное пять или семь карандашей и как видите я их уже пригинаю вот потому что эту всю все два сорта ежевики на зиму московской области нужно укрывать она не зимует это бесшипая натянула такую веревочку и потихонечку пригинаю потому что если этого не делать в течение сейчас лето вы потом уже к осени вот такие стволы просто не согнете и постепенно постепенно нужно укладывать к земле вот такая красавица разрослась эта посадка двухлетняя назад лук капуста цветная всякая всякая видите присыпаю ее табачной пылью это уже брокколи такая красивая цветная капуста только начинает завязываться и там у меня ранее молодая я уже ее срезаю вот качины надо будет убрать срезку небольшой цветничок такие классные и подсолнухи здесь в общем чего только нету здесь уже на второй оборот я посеяла горошек освободилась грядка от салата тоже красивые цветы здесь я вам уже показал теплица огуречная перчина огурцов полно перцев полно уже закрутка идет вовсю огурцы уличные это второй оборот я вам там показывала третий оборот посела это второй оборот пчелопыляемые уже такие огурцы открытого грунта здесь прям на грядочке там заросли это кабачки помидоры уже краснеют открытый грунт это этим баклажаны тоже их уже смотрите рвать надо какие они огромные все растет в контейнерах перец острый тоже контейнер на единственная клубнику зимку некую студенческую еще не почистили в этой грядке томатная теплица тоже выглядит прилично такие уже помидоры краснючие нужно все срывать везде везде помидоры сейчас и быстро вам покажу вот такие огромные уже красные смотрите вот тоже огромные поспел отлично поспел вот теплицу в жару поливаю каждую два-три дня смотрите и уже зеленая тайна личинки поспела прям все уже и там дальше все краснеет краснеет значит поливаю в жару каждые два-три дня и обрываю пасынки все это весь ход за теплицей салат перерастает уже буду убирать что-то сюда другое буду подсеивать фасоль стручковая тоже потихоньку нужно уже собирать вот наросла такая крупная горошек рвем вовсю и едим уже и замораживаю даже капуста и цветная и поздняя и брокколи все видите посыпала горчит табачной пылью потому что жрет ее постоянно кто-то не знаю здесь у меня есть свекла и морковь и один ряд малины которые уже спит тоже вовсю собираем ну как понемногу там по несколько кружечек в день разная у меня здесь и желтая здесь и сохнет почему-то вот малина принципе хорошая здесь и карамелька сорт и брянская дива в общем разные видите вот все шпалере сделали чтобы удобно было это как я говорила возле курятника я высадила подсолнухи подсолнухи декоративные уже смотрите какие некрасивые уже начинает свистеть прям здесь стена и здесь стена подсолнухов и курятника практически кур не видно куры как всегда голодные постоянно голодные вот они я хочу снять как-нибудь видео отдельное показать вам кур здесь смородина это зеленоплодная красная тоже практически всю собрали смотрите урожай красный просто очень большой но в этом году из-за жире на мелковато вообще на крупнее половина собрали вот еще половину осталось я соус сделала сжималась отошла крыжовник вот посмотрите какой урожай вообще крыжовника куда его девать не подпишу сорт час забыла уже как называется это сорт без шипы шипов здесь нет он такой темно бордового цвета это просто кардинальная была обрезка и все равно вот сколько он дает смотрите на одной веточке сколько урожая здесь всего лишь два куста черная смородина тоже два куста урожайность в этом году средняя и ягода мелковатая но урожай есть слива деревья все молодые сливы очень много это желтая слива название я сейчас прям не скажу сходу мне все записано сад у меня очень очень молодой и в этом году первый раз настолько слив дает желтая а здесь слива темная в том году три слива было сорт называется чернослив у нее поменьше чем желтая но все равно сливы достаточно много при том что дерево очень молодой яблони тоже с яблочками деревья мы заливаем раз в неделю просто бросаем шланг и заливаем тоже молодая яблоня они прошу году давали яблоки по несколько штук груша смотрите как она у меня раз раз ползлась как это сказать вот уже груши есть это она бы они она грушу же дает нам третий год по чуть-чуть но дойдет вот они крошки здесь два сорта привита одном дереве 2 сорта ну и дальше там вишня черешня вишня черешня на ней ничего нету это посадка этого года молодая яблонька хрен для закруток здесь всего лишь два куста вырос сам я его не трогаю пускай растет под деревьями я посеяла укроп всегда нужное дело вот чтоб не горел по деревом самое то а я видео хочу закончить на фоне лаванды все таки замечательное растение выращивайте не пожалеете я вам желаю всего самого хорошего подписывайтесь на канал и всем пока